Первой жертвой секвестра в прессе стал журнал «Российская Федерация». Его учредитель, правительство, решил прекратить издание. Однако журналистский коллектив намерен сохранить Российскую Федерацию, для чего попросил комитет по печати перерегистрировать журнал. В общем, коллеги не прощаются с читателями. А теперь давайте внимательно посмотрим на так называемую «бульварную прессу». Вообще-то мы это делаем редко, если не сказать никогда. Поэтому за помощью обращаемся к Евгению Додолеву, чей издательский дом «Новый взгляд» занимает прочные позиции на бульварном рынке. Урок первый – теоретический. Существует три момента, которые отличают отечественную трактовку так называемой «бульварной прессы» от общемировой. Первое – у нас в «бульварную прессу» попадают маргинальные издания, и некоторые из них выполнены на очень хорошем уровне, такие, допустим, как «Кассета Лимонка» Эдуарда Лимонова или «Новый взгляд», издательского дома «Новый взгляд». Второе – на Западе бульварные прессы увеличают ту, которая тиражирует информацию, не предназначенную для тиражирования, так скажем. Ту, которую социально значимые персонажи пытаются скрыть от широкой публики. Существует такой институт «Папарацци», который является основным контингентом бульварной прессы. И третье – это то, что у нас традиционно зачисляют в бульварную прессу любое издание, которое специализируется на освещении частной жизни людей, а не их профессиональной деятельности. И это на самом деле неправильно, потому что все зависит, во-первых, от уровня исполнения, а во-вторых, от подхода. Можно осветить профессиональную деятельность человека, сделать это совершенно по-бульварному, а можно рассказать о его частной жизни. И если этот рассказ будет информативен и адекватен, он будет нести совершенно полезную функцию – функцию разрушения мифотворчества. Это и есть главное достижение бульварной прессы, которые у нас в наших условиях, как бы, слово «бульварное» и «популярное» стали синонимами. Порой в сети попадаются вот такие ролики, которыми, с одной стороны, вроде как хочется поделиться, с другой стороны, непонятно, как их комментировать, избежав банальной риторики. У нас настолько все, как мне кажется, очевидно, что я предпочитаю просто их выложить здесь и посмотреть на ваши комментарии и понять, насколько мнение и реакция подписчика совпадает с моей собственной.